МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 -"Мы сегодня решили вместе с фирмой Афгус на базе хозяйства Сонары совместно с Акраинновацией провести практический семинар по ресурсоберегающим технологиям, которые используются в сельском хозяйстве. Это у нас практическая часть, вторая часть. В декабре прошлого года мы провели теоретическую часть, где рассказали особенностях внедрения производства минимальной обработки почвы, нулевой обработки почвы. Рассмотрели примеры хозяйств, которые внедряют данные технологии в нашей республике, также в других регионах. И тогда была задача поставлена, чтобы мы это все посмотрели на конкретном хозяйстве, то есть на земле. Поэтому мы вот вторую часть мы с вами сегодня открываем. Я на что хотел бы обратить внимание. Первое, что сельскохозяйство, это является у нас с вами частью нашей экономики. Поэтому мы сельскохозяйство должны воспринимать как агробизнес. В рыночной экономике что важно? Производство конкурентоспособной продукции и в системе земледелия. В повышении эффективности важной является сама система обработки почвы. Поэтому мы считаем, что система обработки почвы должна выбрать такую, которая позволяет получить максимальный урожай при любой цене. Если мы такую цель поставим, то в этом случае мы, наверное, все уже будем пахать, пахать, пахать. А мы ставим задачу, чтобы мы получили продукции с наименьшими затратами, с более высокой эффективностью. Но самое главное, мы считаем, наверное, первостепенно, это сделать все для того, чтобы сохранить плодородную почву. Находимся с вами на территории агрофирмы «Санары». Хозяйство было банкротное. Вот сейчас сколько лет Роберт Игнатьевич руководит. Оно является семеноводческим. У нас три семеноводческих хозяйства. Это еще психоскоператив имени Карла Маркса. Агрофирма «Общество ограничено» ответственности «Агрохмель» и агрофирма «Санары» три хозяйства занимаются. Ну, все сильные менеджеры сами. Вот Николай Иванович уже сказал, нулевая технология – это сложно, ему надо учиться и работать. Кто-то это признает, кто-то пока не признает. Это дело хозяйское, ваше. Ну, у нас вот начали потихоньку заниматься их психоскоператив «Луч» имени Карла Маркса. Вот тоже потихоньку ввязываться в это дело, будем говорить. А так, у нас обрабатываем площадь 27 800 гектаров, я утеревно говорю, зерновые 17 800 гектаров, картофеля 461 гектар, мало. Ну, по картофелю вопросы есть, там всего несколько хозяйств занимаются, в том числе агрофирма «Санары». Ну, виды на урожай посмотрите сегодня, будьте вот на полях. Погодные условия, сами знаете, весна была неоднозначная, я такого вообще не помню. Ну, у нас вот кукуруза на зерно, вот Николай Владимирович присутствует, вот сделаем уже пятый год, да, Николай Владимирович? Вот кукуруза в этом году очень нас смущает. В общем, в прошлом году, если вот такая была, в этом году вот такая, к этому времени. Остальное пока, ну, виды на урожай неплохие. Часть урагана у нас прошла два раза уже, по-моему, так, два раза. И бросила в зерно, вот полегалась вот Калининская зона, та сторона, в сторону Аликова-Крастормейска, вот как катком прошлись. По-моему, это, конечно, есть. Ну, желаю вам плодотворно работать. Приезжайте в наш район. Спасибо. Спасибо. Амазон техника была, Лемкен, Ака, корпорация, Массив, Фергюсон, Вальтер, Фент, трактор, зимбейш, следят. Туда вот, юлажки инжен, шаг кукуруза лартная техника, был монетодий, телескопический погрузчик. Возьмем, юлл, терлерен, чержеврагларащи, германии, францинги, итальянг, главаруен техники. Сири шаг кукуруза лахпак, шлемешки, камалагаяди. Шаг кукуруза лахпа, ибир, игибинь, белик, мучилданбайшиме, бушлана. Хукуруза лахпа, ишлеме биде аван. Везембе, тащ, шиганза, парлея шлетпер. Кашни жулах, везем, хазень, паргенши, техниказне, шинеце, браще. Юллажки, ухотра, миле, технике, изекельдерга? Юллажки, вода, вахдарда, ибир, шаг шургунне, шерл, телескопийский, погруж, манитуде генни, ельзегильдемар. Везембе, агаду, на шерде, тияни, шерде, узугуращи. Угу. Тавдабы, сири, тавдабышки, жег пиринь, уявышена, асамбеда, хизепли, телегуражем, изир, тибиринбе, бурлебула, сайбершан, задарат пар. Каза, гурарха, тадамин, я бы хотел сказать, очень крепкие культиваторы. У нас костры еще два культиватора фактически, ну терамикс один культиватор. Мы с ними работаем, предпочтевную пускаем, по чистому пару пускаем, можем пускать по стерне, это отличные культиваторы, рабочие органы. Конечно, меняли тут лапы, основной стойки, все это все родное. Ездили, смотрели, ну, желание у нас появилось поработать, да, сперва, как селку везли, посели, да, в районе сказали, ты подумал, что я головой, прежде чем покупать такую селку. Селка стоила дорого тогда, 3,5 миллиона, это Жандир, 15,90, тогда ездил в Нижний Новгород, посмотрел рабочие органы, интерес сам, был у нас очень сильный, вот и купили. Но я на сегодня считаю, что мы не ошиблись, потихоньку двигаемся вперед. Штатных работников 14, ну, там и завсказ, там и бригадиры, и агрономы, инженеры, бухгалтера, и остальные рабочие. Но думаем, все же мы работаем картофелем, конечно, площадь, это тоже уменьшили картофеля на сегодня, потому что 14-15 год для нас был убыточным по картофелю именно. Вот на сегодня, скажем, зерновые все же у нас лидируют, оно где-то посеяно на 700, с чем-то гектарах, скажем, нулевая технология, 692 гектара на сегодня, в прошлом году было 700 гектаров. Ну, тракторов, если по количеству взять, 14 тракторов, 6 грузовых автомобилей, нулевых у нас много, конечно, и агроном, инженер. Ну, если по культурному взять, лидирующую позицию занимает у нас все же озимая пшеница, мы ее каждый год больше сеем, в прошлом году посеяли 462 гектара, из них 352 гектара озимая пшеница, московская 56. Ну, про этот сорт в поле посмотрите, мы особенно уделяем внимание очень сильное на этот сорт, привезли в 2010 году, мы сеем его, можно сказать, полнормы, это 150 килограммов, 3,5-4 миллиона схожих семян. Ярвую пшеницу посеяли в этом году на 150 гектарах, это сорта, значит, у нас в основном сейчас симбирцит, суперлита, и по ясменю, если взять, посеяли на 109 гектарах, ясмени у нас вакула и владимир. Ну, чуть коротко хотелось бы сказать про вакула, про в прошлом году привезли элиту, тоже посеяли 150 килограммов, у него нормы еще меньше можно сеять, 2,5-3 миллиона можно сеять, конечно, наши специалисты в районе тоже не верят, и может в этом году тоже, в этом году тоже планировали 150 килограммов посеять, но получился 170 килограммов. Ну, вакула в прошлом году по урожайности дал нам 52,9 процента, а московская 56,4,2,7. Ну, надо сказать, конечно, по яровой пшенице в прошлом году у нас был тоже симбирцит в основном, мы получили 20,8 центнеров средним, ну, считаем, по республике это хороший результат тоже. Вот, по остальным сортам у нас горох занимает сорт варис, не полегающий, не осыпающийся, также дудер наш, нашей науки цивильского, вот в этом году посеяли мы горох, значит, варис и ангела, немецкий сорт, 80 гектаров, также мы в прошлом году посеяли лен на 35 гектаров, ну, коротко хотел сказать, про лен тоже, себе стоим где-то 7 рублей, чем-то, а продавали по 23 рубля, культура, второй предшественник, почти гороха, считается, для зимы, также посеяли сою, посеяли редьку масличную, ну, шеем каждый год горчицу, у нас также многолетние травы, это люцерна 190 гектаров, тимофеевка 50 гектаров и клевер 57 гектаров, вот я сказал, у нас 14 культур занимают, ну, на этих гектарах в основном шеем шеюки джандир я сказал, 700 гектаров и том, том купили в прошлом году, конечно, если по щелке, чуть-чуть коротко сказать, ну, поле можно посмотреть, но чуть растительные остатки все же том трогает, да, а джандир как лежит, так и оставляет. Также мы работаем по минимальной технологии на сегодня, получается неплохо, пашем только под картофель, больше нигде не пашем, абсолютно даже, вот такая технология, это, скажем, минимум затрат, больше прибыли стараемся делать. Конечно, если коротко сказать, по щебестоимости тоже могу сказать, зерновые озимые 6 рублей чем-то получились, озимая рожь 4 рубля 22 копейки, горох 6 рублей чем-то, горчица 14 рублей, лен у нас получился 7 рублей, редька мащещина получился 19 рублей, но продавали сперва цену неправильно сделать, по 300 мог продать, сколько-то сочи нечь, а почту продавали по 100 рублей, мы сами покупали по 300 рублей. КОНЕЦ СОНЕЦ 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 НОЛЬОВА технологии работы агрофирмы СОНЕЦ 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 Агрофирма СОНЕЦ Возвращение в Воронеже, Белграде, Ярославле. 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 и я могу я я и и и я и и и и ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»